Меня зовут Иван Кунцевич, я дизайнер в команде общих страниц и сервисов на сайте alphabank.ru, не в приложении, все-таки на сайте. Я из небольшого города Рыбинск, Ярославской области. И мой город популярен не только красивым собором, мостом через Волгу и музеем, но также дореволюционными вывесками крупных брендов и локальных наших, а вернее даже не конкретно им, а хайпу вокруг них в медиа. Причем хайп этот настолько силен, что даже здесь, в Питере, пытаются применить эту инициативу, но градозащитники пока не соглашаются. Так что будете мимо, заезжайте посмотреть, у нас красиво. До сайта Альфа-банка я карьеру начинал в рекламном агентстве. Проработал там достаточно много, порядка пяти лет. Как это часто бывает на всех позициях. От чернорабочего, от менеджера по продажам, к полиграфии. И затем заканчивал свою пятилетку уже в роли веб-дизайнера в интернет-отделе. Разрабатывал сайт в Кинотильде для небольших клиентов, для компаний в городе. И в какой-то момент у меня возникло желание улучшить свои навыки. И я принял тогда, в 2021 году, достаточно важное решение. Я присоединился к клану. И выполнил несколько кейсов, которые впоследствии помогли мне устроиться на мою первую работу. В частности, быстренько пробегусь. Левый кейс на примере швейцарской верстки. С помощью него я устроился в первый продукт. Про это скажу раньше. И второй кейс — это новостной сайт. Наверняка вам знакомо. Я делал редизайн Нильсон Норман Групп. Вот уже дорабатывал сам после. И интересно, что помимо просто визуала я добавил какое-то описание проекта. Я провел небольшое исследование в чатике просто среди учеников школы. И впоследствии все это навалил в кейс. И что самое интересное, именно этот кейс очень нравился HR. И был момент, что меня очень хотело пропихнуть дальше на следующий этап собеседования HR-магнит-теха. Ей очень понравился такой подход. Но меня туда не пропустили, потому что у меня не было продуктового опыта. Тем не менее, берите на заметку. Так или иначе, в первый свой продукт я попал. И это была НПО Криста. Это госпредприятия. Разрабатывают порталы для казначейства. Проработал я там буквально полгода. Взял все, что мог взять. И отправился дальше. А там COVID, прочее. И я перебрался на удаленку. В продуктовую студию. Где занимался разработкой вим-ритерфейсов облачной телефонии. Но на всем своем протяжении карьеры я хотел попасть именно в большой продукт. С серьезными задачами, большими исследованиями, ретро-ми после спринтов. И вот, наконец, в 2022 году я присоединяюсь к Альфа-банку. И впоследствии делал успешный редизайн десктопной и мобильной версии сайта. И у меня есть вставлен небольшое видео. Как вообще я пришел к такому успешному успеху? и что мне помогло прожить этот опыт как новичка которому доверили крупный проект и надеюсь это поможет вам впоследствии с вашими кейсами но давайте по порядку изначально в альфа банк я пришел в тогда еще только формирующуюся команду альфа премиум сейчас она называется альфа он ли задач было немного но я фигачил я фигачил за себя и за сашку я брался за все командные задачи за задачи соседних команд за все сторонние активности мне нужно было проявить себя и знаете это не прошло незаметно в один из дней я спокойно сижу двигаю пиксели крашу кнопки мечта больших исследованиях и ко мне приходит мой лид юра и говорит вам слушай там руководитель дирекции задумал сайт обновить вот и мы подумали что у нас нет на эту роль дизайнера и мне кажется ты справишься но я стесняться не буду мне тоже так казалось я радовался потому что я вообще-то таким большим проектом сюда и пришел вот и было очень круто хочу рассказать немножко о том как выглядел сайт раньше до того как я приступил к работе выглядел он так десктопная версия и сайтом в принципе проблем то никаких и не было он отлично работал приносил лиды и выглядел достаточно уникально на тот момент но шло время сначала один банк копирует наше решение затем второй третий и это продолжалось еще дальше но я уже перейду к мобилке ведь она тоже пошла по рукам и концу 2022 года от былой уникальности не осталось и следа и вот я переступаю к работе я присоединяюсь к новой команде как раз общих страниц и более того формируется большая рабочая группа с кучей стекхолдеров там руководители дирекции продаж маркетинга исследователей то очень много народу никого не знал первый раз только увидел здесь вот и что ж пришлось засунуть свой синдром самозванца куда поглубже и взяться за редизайн на первой установочной встрече я решил вообще узнать а какие требования от меня от редизайна какие хотелки какие задачи мы хотим решить и помимо основной задачи от стройки от конкурентов мы выделили еще несколько у нас на сайте страдал стритейлинг офферы повторялись один за другим как вы можете видеть накопительный альфа счет альфа счет альфа счет и так по многим продуктам второе дизайн плохо масштабировался потому что не было никаких правил как этот дизайн команды будут делать а команд у нас много и поэтому страницы продуктовая которые должны выглядеть одинаково по сути выглядели по-разному ну и в третьих наше приложение к тому моменту выпилили исторов и нам нужно было улучшать его дистрибуцию и в тот момент моя первая радость большого проекта от которой я танцевал и радовался сменилась небольшим волнением я понимал что задача это действительно большая а я с такой задачи еще не сталкивался вообще и все ли у меня получится возможно я буду пропускать какие-то процессы этапы и все пойдет по одному месту но я решил декомпозировать весь проект и поэтому свою большую задачу редизайн я разложил на логичные этапы которые мне нужно было пройти я знал что мне надо изучить аналитику провести анализ конкурентов и так далее а затем каждый из этих этапов я декомпозировал еще на более мелкие задачи таким образом я понимал что мне нужно сделать зачем кому сходить за помощью вообще и кто будет принимать участие в этом всем так я сформировал свой рабочий процесс что ж пора приступать и начал я с изучения исследований спасибо коллегам из альфа-ресурдж центра они уже провели исследование десктопной версии главной страницы там отработали часть проблем и сформировали гипотезу по их улучшению затем я посмотрел метрики и я скажу честно они меня расстроили достаточно сильно проблемы были во многих местах была проблема с кликами в мейн баннере с переходом в акционные продукты с переходами в продукты для бизнеса с аскро короче болело вообще везде но это только убедило меня в том что редизайн то действительно важен и мы делаем его в нужный момент ну а дальше я решил посмотреть а кто эти самые наши конкуренты от которых нам надо отстраиваться и знаете тут не обойтись тремя скриншотами самых популярных конкурентов вот нужно работать немножко глубже и я решил посмотреть а кто вообще эти наши конкуренты и я анализирую несколько рейтингов и выбираю порядка десяти двадцати конкурентов вот и дальше работаю с ними и в том числе и использую в своей работе артефакты которые заложила в учебу и в опроке вот вы наверняка это узнаете и отметить для себя потому что я открываю бессмертную excel выбираю различные параметры структура страницы главного экрана поведение меню интерактивных элементов визуал страницы и разбираю главная страница продуктовая по всем этим параметрам и в конце у меня формируется большое количество идей гипотез как я могу выделиться на фоне конкурентов здесь я привел часть из них я заметил что никто из конкурентов не использует анимацию в рамках сайта что у многих бургер меню не закреплено на странице находится только верхней части мало кто использует механики сторисов для продвижения продуктов ну и большинство рекламируют тупо продукты никакого банковского обслуживания никакой выгоды для клиентов а помните закон якобы кто помнит дизайнер дизайнер вы чего база большинство времени пользователь проводит не на вашем сайте и поэтому помимо того чтобы понять за счет чего можно выделиться на фоне конкурентов надо понять и что нужно переиспользовать чтобы новый дизайн оставался для них привычным часть из того что мне в этом помогло я переиспользовал некоторую структуру главной страницы меню с легким выбором доступа с легким доступом к выбору продуктов для физиков и юриков какие-то социальные блоки типа блога новостей карьерных возможностей и проследил тенденцию к сокращению праймери кнопок и на всем протяжении моего анализа изучение аналитики у меня было триллион идей как все улучшить вот и их нужно было как-то оптимизировать выбрать и приоритизировать вот и в этом мне помогла карта пользовательских историй и давайте разберем как работает такая карта на примере по поиску и покупке дешевых абиа билетов в сервисе а подскажите пожалуйста что это за сервис извините почти все правильно альфа travel сама история звучит так я хочу купить билет в турцию я видел рекламу от альфа-банка про путешествие с кэшбэком хочу найти информацию о билетах и сверить цены чтобы приобрести самый выгодный затем я начинаю прописывать все шаги которые делает пользователь пока выполняет эту историю и пишу вообще все я открываю веб-страницу захожу на сайт попадаю на главную еще раздел путешествий и так далее затем я объединяю все эти шаги в логичные этапы это поиска сайта поиска раздела путешествий и так далее и в конце уже для каждого из этих этапов я прописываю функционал на сайте который может помочь закрывать каждый из этих этапов максимально быстро seo оптимизация брендинг расположение кнопок структура разделение клиентского флоу на клиентов и не клиентов и так далее прописываю вообще все и в конце из всего этого большинства функционала я выделяю что пойдет вам в п версию продукта что мы можем в первой итерации реализовать разработкой и что упадет в бэклог и мы вернемся к этому в дальнейшем вы спросите а при чем тут вообще альфа травил то часом а сошел вообще-то про сайт альфа банка вроде разговаривали а на самом деле при том при том что метрика ее изучение показала что у нас достаточно много пользователей которые приходят именно с таким запросом к нам на сайт и мы подумали что ну в принципе то да это логично если искать где-то информацию о сервисе альфа банка то как не на главный сайт а вот и мы в принципе поняли после этого кстати что не финансовый продукт в рамках сайта к система нужно это подтягивать развивать и все в этом духе но как вы могли заметить одна такая карта пользовательских историй она не покрывает все кейсы которые пользователи на сайте используют поэтому я составляю много карт вот и потом все эти карты я как вот этот безумный человек объединяю в одну гига ультра карту и такую карту я презентовал как раз на синке рабочей группе своим руководителям касательно синков они проходили раз в неделю и по пятницам и я старался каждый этап своей работы как раз уложить в эту неделю и мне не задавали глупых вопросов как там дела с макетами когда мы уже увидим результат с которыми обычно сталкиваются особенно в продукте вот когда результат нужен быстро почему а потому что я не то чтобы особо готовился к этим встречам я делал все максимально прозрачно я открывал просто рабочий файл фигмы показывал что вот такие данные у меня были вот это вот я сделал вот такой результат я получил такие выводы и вот это мы будем делать дальше с такими сроками и это было круто руководители видели что я не бездельник объем работы был выполнен большой вот и мы все двигались дальше в итоге я согласовал структуру определился с смысловыми блоками из которых будет состоять главное и осталось это только визуализировать всего лишь да визуализацию я начал с первого экрана во первых первый экран видит сто процентов пользователей во вторых ну он в принципе задает стиль всей страницы вот и чего я хотел от него добиться хотел сохранить легкий вход в банк потому что приложение выпилили людей много нужно пользоваться веб-браузером для личного кабинета и так далее второе хотел создать какой-то вау-эффект чтобы заинтересовать пользователя чтобы наша страничка осталась у него в сердечке и ему хотелось вернуться к ее изучению ну а в третьих сделать это все максимально просто или и понятно чтобы не заставлять вообще задумываться как пользоваться сайтом и знаете пожалуй это была одна из самых сложных частей моей работы потому что концепты плодились один за другим и отсмотрел кучу рефов первых экранов финтеха не финтеха других отраслей российского рынка зарубежного и была куча концептов был концепт с каталогом в главной странице со сторисами со строкой поиска и даже до чан-бота добрался это это ужас и в какой-то момент я поймал себя на мысли чувак а ты ведь стал тем дизайнером которые до этого брали просто ваш дизайн и натягивали его на свой сайт копируешь чужое решение зачем тебе это и вот этот этап поиска концепта он у нас достаточно сильно затянулся и в такой момент очень большой соблазн выбрать какое-то одно решение убедить всех окружающих что она сейчас самая рабочая ребята давайте запустим цифры соберем по тестим потом к этому всему вернемся вот и будем думать что с этим делать дальше но раз до такого дошло значит я сделал что-то не так вот и нужно остановиться выдохнуть перечеркнуть наработки и начать все сначала и я начал и мои размышления привели меня к следующей идее а где пользователи мобильных устройств больше всего проводит времени вот как думаете где приложениях я услышал правильный ответ спасибо и да эта идея на самом деле лежала на поверхности мы на сайте уже использовали меню в таббаре которое из мобильных приложений перекочевала и почему бы нам тогда в принципе на сайте не использовать паттерны мобильных приложений раз они настолько привычны от такого меню кстати сразу решили отказаться потому что строка навигации браузеров переехала вниз и вся эта конструкция занимала уже неоправданно много места но так или иначе начали появляться новые концепты отчасти из которых мы снова отказались из-за их сложности или примитивности или или наоборот где-то мы слишком переборщили концептуально но так или иначе мы пришли вот к такому концепту который состоял из видеобаннера шторки но подробнее об этом расскажу попозже редизайн мы делали в два этапа сначала мы разрабатывали редизайн мобильной версии затем редизайн десктопный у нас платформы разделены поэтому мы можем себе это позволить и что касается десктопа кажется что там формат больше полет фантазии шире концепт не хочу но все верно я в эту ловушку опять и попал концепты рождались один за другим и также опять этап начал затягиваться и пришлось остановиться развернуться и подумать и я подумал а у нас трафик на сайте разделен таким образом что большинство пользователей заходят с мобильных устройств но и надо ли тогда выпендриваться прыгать выше головы и делать что-то ультра уникальное для пользователей с десктопа может взять просто какое-то хорошее решение которое конкуренты не используют но оно было бы уникально для нас в этом случае ну и я пожалуй принял самое дизайнерское решение из всех вот вы наверное что-нибудь слышали про компанию apple говорят у них сильный дизайн многие дизайнеры хотят сделать как у них ну я человек простой я так и сделал apple одна из первых компаний вообще которая задала тренд на использование бента сеток в интерфейсах в презентациях в брендинге и так далее и мне показалось что это достаточно уникальное решение на тот момент для нас и в итоге вот к такому концепту первого экрана я пришел в котором мы переиспользовали из мобилки видео баннер на центральной позиции у нас был основной оффер с колтэкшен кнопкой и дополнительные бенефиты этого предложения ура я дважды говорю что этот этап затягивался и это было очень долго очень больно вот мы вышли немножко за сроки но наконец-то я все согласовал и мы пошли дальше но это ведь мы только с первым экраном разобрались а там на странице еще блоков то гуго и поэтому нужно было прорабатывать их дополнительно и я опять начал работать с рефами и можно тоже опять же взять те же скриншоты из исследования конкурентов как бы просто использовать наработки коллег чего не зря свой хлеб едят там же тоже дизайнер деньги получают но я работаю немножко глубже и вам опять же наверняка будет это знакомо потому что сначала я определяю с рефами по стилю чтобы понять как будет выглядеть сайт какую какой характером будет передавать в какое вообще визуальное направление мы идем затем я рассматриваю рефы по сетке чтобы понимать как могут выглядеть виджеты какой может быть у них ритм как может строиться страницы и будет себя вести ну и в-третьих для каждого блока персонально я уже подбираю определенные рефы в зависимости от его назначения структуры элементов и так далее но и здесь я конечно уже смотрю не только веб я смотрю и мобильные приложения и даже операционные системы и в итоге концепт получился таким у нас в первом экране видео баннер для привлечения внимания пользователей и создания вау-эффекта меню у нас переехало в бургер а весь контент страницы лежит в шторке а в самой шторке есть витрина продуктов и она разделена сразу на продукты для всех то есть для розницы и для бизнеса ну и помимо этого каждый этап содержит свой набор виджетов для определенной целевой аудитории а в десктопе как вы помните на первом экране мы вот на таком концепте остановились но я опять начал мудрить и выбрали же бента сетку а что это значит а для меня это значило что это должна быть лучшая мать его бента сетка которая может быть а лучше значит больше и я делал ее больше я потом делаю еще больше следующая уже сюда не помещалась вот да и коллеги из маркетинга спасибо им меня немножко тормознули и мы привели первый экран к такому виду в котором сохранился видео баннер и карточки дополняющее основное предложение так же в десктопе мы переиспользовали имитацию шторки и витрину с разделением продуктов на розницу и для бизнеса и это всем понравилось мы согласовали все со стыкхолдерами мы очень долго шли к этому результату и наконец готовы были отправляться на исследование и под мы я подразумеваю как макеты так и себя самого я ведь из рыбинска и для меня такие большие исследования в новинку я никогда в них участие не принимал а еще я много был наслышан об альфа ресерч центре что это какое-то ультра технологичное место куча датчиков куча сенсоров вообще пушка бомба вот и знаете она оправдала мои ожидания это действительно пушка бомба это огромное помещение с удобными зонами для переговоров мониторами с имитацией рабочих комнат с имитацией рабочих кабинетов черт возьми там даже вагон метро есть и парковки для самокатов чтобы какие-то частные локальные кейсы изучать ну а наблюдать за ходом исследований можно из отдельного помещения с достаточно больших мониторов перед стартом исследований совместно с коллегами мы определились методами исследования мы сформировали гипотезы которые хотим проверить и подготовили задания для пользователей и пошли исследовать но самое классное что я видел не только как как проходит само исследование я видел глазами пользователя благодаря айтрекеру в какой момент времени куда он смотрит когда выполняет мое задание в левом верхнем углу видите такие вот графики скачут это отвал башки короче это сенсоры которые замеряют 6 базовых эмоций пользователя радость гнев грусть отвращение страх и уровень когнитивной нагрузки и с этим был связан забавный момент у нас пришел первый респондент на него нацепили айтрекер протестировали нацепили датчик вот и собственно говоря и респондент начал знакомиться с макетами и мы смотрим на экран а там эмоции страха отвращения и гнева вот так вот зашкаливают и мы такие переглянулись и начали шептаться чему вообще сделали херню какую-то зачем мы людей-то пугаем позорище но спасибо коллегам исследователям что они нас потом разубедили и сказали что напрямую так эмоции не расшифровываются у каждой эмоции есть там свой способ расшифровки вот ну и в общем мы выдохнули тем не менее неделя исследований пролетела достаточно незаметно и это было круто я наблюдал за всеми тестами я смотрел как исследователи общаются с респондентами как они отступают от сценария как они подлавливают пользователей и отвечают на какие-то каверзанные вопросы в ответ но что самое важное я наблюдал за каждым интервью я выписывал все инсайты которые получал и сформировал определенное видение и еще до презентации финального результата я знал что макеты классные заданиями пользователи справляются дизайн оценивают очень хорошо вот и все таки было но мы не стали ограничиваться только качественными тестами и я тут немножко отступлю когда вы думаете что качественное исследование всегда достоверно это не совсем так вот потому что пользователи могут врать это небольшая выборка и на самом деле все может быть по-другому и поэтому мы запустили количественные исследования где сверяли на тот момент текущую версию главной страницы и новый концепт там также сформировали определенное задание вот там смотрели как быстро пользователи ищут точки входа в определенные продукты но и новая версия тоже оказалась лучше а из интересных инсайтов помните про бант на сетку говорил столько времени с ней возились столько сил в нее вложили полностью провалилась вообще никто не понял что мы хотим куда надо нажимать где вообще кнопка видео баннер какой-то сколько карточек про какой-то продукт в общем ужас и это заставило нас снова сесть за концепты и мы начали прорабатывать идеи мы подумали а что если будем показывать один продукт с какими-то дополнительными бенефитами а может будем показывать даже и без дополнительных бенефитов минималистичный один продукт и какой-то красивый креатив для вау-эффекта потом вообще ушли в историю со сторисами что если сделать подобие инстаграма на сайте на главной странице и рассматривали истории такие с табами но посовещались подумали и приняли решение достаточно хорошее как оно себе показало мы не стали делать ставку на одно какое-то решение мы подготовили три решения и вышли на у нас было три версии нового главного экрана что может быть лучше бента сетки только новая бента сетка все правильно только теперь она была не про один продукт а про разное ну и один продукт мы акцентированно показывали для пользователя вторая версия это был слайдер мы подумали что действительно может быть пользователю карточек много может быть стоит показывать какое-то одно предложение но дать пользователю возможность ознакомиться с другими ну и в третьих мы рассмотрели механику табов где также показывали один продукт табы у нас автоматически переключались но так интересненько в механике сторисов типа заполнял супер эллипс и таб переключался дальше и эти тесты в итоге на бою уже были и напоминали такой ожесточенный турнир во-первых старая версия сразу показала себя хуже и в итоге вот эти вот три новые варианты тестировались между собой то есть главная страница с тремя разными первыми экранами и сначала в финал вышла как раз сторисы и бента сетка а потом в ожесточенной борьбе бента сетка которая на качественных исследованиях провалилась не оправдала никто не понял что с ней делать она победила она стала победителем я болел за вариант со сторисами но гордо принял поражение ну блин кто я такой чтобы с пользователем спорить и расскажу пожалуй интересное для многих а какие вообще цифры нам этот редизайн принес ну во-первых в два раза в мобильной версии стало переходов больше в мобильный банк стало в два с половиной раза больше кликов по call to action кнопки в мейн баннере в три раза выросло количество переходов продукты в среднем и в два раза уменьшилось количество отказов с главной и что самое важное ни одна из метрик которую мы замеряли не просела в десктопе к сожалению циферки меня попросили замазать вот но тем не менее в несколько раз сократились отказы с главной выросло количество кликов с мейн баннера увеличилось время проведения проведенное пользователем на сайте и количество переходов продукты в витрине и помимо того что ни одна из метрик также не просела мы еще и увеличили общую глубину просмотра страниц фух мы закончили не презентацию не презентацию мы закончили этот этап редизайна мы радовались мы обнимались плакали от счастья а потом когда первая эйфория кончилась мы подумали черт мы сделали редизайн главный ребята молодцы а у нас 25 команд у них у каждых по своей основной странице еще внутренняя страница куча всего а как мы будем масштабировать все это дело ну а гайдов у нас до этого не было и как раз была проблема с масштабированием дизайна поэтому гайды пришлось придумать и я описал правила работы сайтов для десктопной и мобильной версии описал лейаут и работу с сеткой какая система отступов типографика скругления и какие-то еще элементы на сайте как работают вот но помимо того что мне нужно было рассказать дизайнерам как теперь сайт работает мне нужно было заручиться поддержкой продуктов потому что для них эти страницы родные они туда ведут клиентов они для них пилят фичи и ну это их страница камон мы сделали редизайн главный почему они должны тоже редизайнить страница и я сделал небольшой ход конем я подготовил редизайн основных страниц наших главных продуктов альфа карты кредитные карты и так далее и собрал созвон со всеми продуктами команд из CPO на этом созвоне презентовал результаты редизайна главной показал гайды рассказал как сайт будет работать и пример как страницы будут выглядеть знаете это очень хорошо сработало мы на этом созвоне заранее отработали критику барьеры какие-то пожелания доработки ну и продакты теперь хотели видеть свои странички обновленными побыстрее сейчас мы находимся на той стадии где масштабировали редизайн мобилки на основные продуктовые страницы и практически закончили масштабирование на основные страницы в десктопе но тем не менее без работы я не останусь потому что в этот раз конкурентам потребовалось гораздо меньше времени чтобы вдохновиться нашими решениями ну что ж пока ребята смотрят что сделали мы мы будем двигаться дальше и радовать их и в конце я решил собрать семь правил которые помогли мне прожить этот редизайн очень много было проблем очень много было затянутых этапов ошибок но все таки я справился и хочу поделиться этими правилами с вами чтобы вы могли их тоже использовать в своей работе во первых делайте больше чем вас просят это полезная черта особенно когда вам доверили какой-то проект и обосраться нельзя вот но самое важное всегда выполняйте что обещали если понимаете что по срокам не вывозите предупредите не надо сверхурочить просто предупредите что не вывозите переопределите сроки и продолжайте работу соблюдайте дизайн процесс старайтесь не пропускать его этапы это сэкономит вам время ведь если вы подумаете заранее с чем могут столкнуться пользователи с какими проблемами в вашем интерфейсе это сэкономит время направки потому что потом на бою это править гораздо хуже редизайн весь вообще фича будет разъезжаться в третьих погружайте коллег в задачу и презентуйте каждый этап своей работы вот такие встречи будут не будут напоминать какой-то формальный отчет о проделанной работе я посидел два часа сделал вот это такие результаты нет погружайте спрашивайте что думают коллеги и это будет больше как мини-воркшоп скорее где вам будут помогать генерировать новые гипотезы еще из полезностей прорабатывайте прототипы для демонстрации помещайте мобильные версии во фреймы телефонов отображайте интерфейс браузеров потому что вы дизайнеры вы знаете как это работает но не все стейкхолдеры знают как это работать а им важно видеть как пользователи будут воспринимать ваш сайт ваше приложение любой ваш интерфейс признавайте конечно свои ошибки не жалейте о потраченном времени оно было полезно любая ошибка это опыт чем больше ошибок вы сделаете сейчас тем меньше их будет в будущем ну и еще ваше участие не кончается на создании макетов наблюдайте как с ними взаимодействуют как типа их исследуют как потом разработчики их верстают потому что вы сможете оперативно принимать какие-то быстрые решения и запускать продукты оперативно ну и последнее рассказывайте о вашей работе делитесь процессами внутренней кухни результатами всем всем своим опытом переживаниями и так далее ваш опыт важен как новичкам так и коллегам и опытным дизайнерам собственно говоря что я сегодня вот и сделал и на этом у меня все спасибо за ваше внимание здесь естественно есть дизайн код как вы думаете с чем естественно с дизайнерским каналом в телеграме ну и там есть дополнительные профили социальные с моими кейсами с дизайн комьюнити альфа банка вот можете посмотреть вакансии если вам интересно у нас на самом деле круто следует и ваше внимание происходит вакансия все на самом деле понятно вакансия вы этого подойти Продолжение следует...